Привет, друзья! Сегодня будет самая долгожданная серия по сборке приоры. То есть сегодня вечером мне уже должны накрасить всю на весуху, и с завтрашнего дня мы всё это дело поедем устанавливать. Но перед этим сегодня ещё нужно подготовить лобовое, потому что завтра также будут склеиваться стёкла, переднее и заднее. Но перед тем, как мы повезём новое лобовое стекло на установку, я хочу его затонировать. В последнее время стало очень модным клеить в атермальную плёнку лобовые стёкла. Решил я тоже попробовать, посмотреть, как она будет смотреться. Заказал себе полтора прогонных метра. Плёнка находится в такой тубе. И она выглядит вот так вот немножко прозрачно и цветом хамелеон. То есть я не знаю, как она будет смотреться с моим цветом автомобиля, но судя по картинкам в интернете, на тёмных машинах такая плёнка довольно-таки неплохо смотрится. Этого нам хватит для того, чтобы поклеить два лобаша, а именно получается раз полкусочка и ещё вот полкусочка как раз должно хватить. Это в том случае, если мы один кусок первый закосячим. Но я думаю, что у нас сегодня получится всё с первого раза, так как плёнка дорогая, качественная, хорошая. Это не Китай. И поэтому ложиться, формоваться и равняться она должна просто исключительно. Друзья, а я хочу вам напомнить, что благодаря поддержке компании 1xbet у меня есть возможность часто снимать видосы и восстанавливать свои проекты. При огромном желании здесь можно подняться, делая прогнозы на спорт. А если при регистрации указать кодовое слово «Гараж», можно получить 6500 рублей, либо же 100 долларов бонусом. А ссылку на сайт и кодовое слово вы найдёте в закреплённом комментарии. Спустя полчаса практически всё стекло сформовано. Снизу, вот где шелкография, уже всё ровно чисто. Эту сторону я также выровнял, где шелкография, всё ровно чисто, нету складок. Вот самое сложнее, это боковые складки убирать. С этой стороны ещё нужно нам поработать, складки есть. Это всё поцарапанное, возможно, вам будет казаться. Это всё защитный слой, то есть внешний. А именно самой тонировкой и внутренней частью она лежит вовнутрь. То есть получается, когда мы снимем защитный слой, у нас получится клеевая основа, и мы её нанесём с этой стороны, с внутренней. И получится у нас всё нормально, всё чётко. Опять же, эта тонировка не затемняет, а именно делает такой эффект хамелеона и защищает салон от солнечных лучей и ультрафиолета. Она абсолютно легальная и в России, потому что светопропускаемость такой плёнки составляет больше 90%. При возможной норме тонировки, вроде как 70% по ГОСТу, или как, я не помню, не знаю. В Украине как бы с этим вопросов нету, поэтому я в этот вопрос не углублялся. Значит, сейчас остаётся ещё буквально минут 10-15 выровнять вот эти части, складочки боковые. Затем аккуратно подрезать по шелкографии, убрать лишние части. И можно уже будет переворачивать стекло, снимать защитный слой и наклеивать его с нужной стороны. В общем-то, этим сейчас мы и займёмся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, плёнку уже всю поклеили. Есть вот такие вот места, которые повздувались, но это никак не повлияет на внешний вид, потому что завтра вот так вот примерно около полусантиметра понад этими точечками, понад шелкографией, я буду обрезать, и вот эти вот стрелки все уйдут. Да и вообще, когда высохнет стекло, можно будет вот так вот разгладить, и стрелки сами приклеятся к стеклу, потому что здесь у них стоит сейчас флага, это никак не выгнать её, нужно ждать, пока полностью высохнет. В общем, оставляем пока так, смотрю по кругу шелкографии, всё идеально лежит, то есть воздуха на территории стекла нет. Единственное, вот в этом уголку, но я думаю, что когда высохнет, это уменьшится. Здесь небольшой заломчик был у меня, но в остальном же всё отлично. Поклеилось очень хорошо, очень легко, хорошо формуется. Вот сколько грел я, и не боялся перегреть, вообще не перегревается, потому что много плёнок я уже в своей жизни переклеил, и вот это вот практически самая идеальная, самая простая. В общем, жду, пока это всё высыхает до завтра, завтра подрежу, и завтра уже поедем устанавливать это стекло на машину. Собственно говоря, уже в конце этой серии мы заценим вид, который будет у нас с новым тонированным стеклом, а термальной плёнкой. Кстати, ссылку на плёнку, кого заинтересовало, я оставляю в описании. Я покупал в этом же магазине плёнки для тонировки всех своих машин, в принципе, приору десятку, качество всегда на высоте, поэтому ссылочка в описании. Ну а мы переносимся в завтрашний день. Ну что ж, друзья, настало время самой приорки, которая уже практически вся в сборе. Сейчас мы будем менять местами машины, то есть 4-ку я загоняю сюда, приору выгоняю, и едем её собирать в малярку. Навесуха уже покрашена, и сегодня в конце серии вы уже увидите приору со стёклами, приору с дверями, с багажниками. Единственное, что капот остаётся там для полировки, потому что его неудобно полировать, когда он установлен на машине. Его нужно полировать, когда он отдельно от машины. А так, в остальном, всю машину целиком мы забираем, для того, чтобы начинать собирать автозвук, делать карты под автозвук. Мне нужны двери для того, чтобы делать автозвук. В общем, не знаю, как всё получится у нас. Наблюдайте за этим действием. Ну чё, пацаны, в путь. Приорка уже готова, прогретая. Также загрузил сзади лобовое стекло. Все болтики, гаечки, замки лежат в багажнике. Сейчас запускаемся и едем собираться. Можно и вот так ехать. Так отвык уже от этого руля, который легко крутится. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сейчас пока собирают на весуху, я уже буду менять ручь, потому что это всё нужно будет сделать сразу. Выбираем подходящую. Это уже получается нового образца, они такие вот более гладкие. И здесь есть вот такой усик. В стандартных ручках такого нет. Ну и потом уже после завершения установки нужно будет помыть вот эту вот всю часть. И ехать можно уже ко мне в гараж, продолжать собирать, устанавливать автозвук. Кстати, друзья, все ручки в салон. Nexus повторители в зеркала, также шильдики новые на приору. Всё это и многое другое я заказывал с Time Turbo, потому что здесь огромный выбор запчастей и тюнинга для автомобилей вас. Также Time Turbo является официальным представителем подвески SS20. Здесь вы без опаски можете заказать оригинальную продукцию, стойки, опоры, узлы в сборе, задние амортизаторы, полиуретановые изделия и многое другое для вашего автомобиля. Команда профессионалов проконсультирует вас по любым вопросам. А главное, Time Turbo отправляет по всей России, а также в Украину, Казахстан и другие страны СНГ. При оформлении заказа не забывайте указывать промокод Гараж и получайте 7% скидки. Так что пока вы будете выбирать ништяки для своих тачек, я пойду собирать свою тачку. Итак, заменил уже полностью в круг вот такие вот ручки, менял по одной причине, потому что у меня сзади вот там была она сломана, вот она валяется. И поэтому было решено, если менять, то уже менять все ручки на нового образца, потому что бампера Приора 2, в общем-то и в целом это будет Приора 2 внешним видом. Ну и решил, чтобы в салоне также было хотя бы что-то похожее, купить ручки от Приоры 2 и поменять все в круг. Значит, сейчас буду собирать передок, ставить крылья и потом уже после этого всего будем вставлять стекла, ну а боковушки я уже сам поеду в гараже у себя вставлю. В общем, сегодня в планах собрать внешку, выставить зазоры, ну а остальное я уже смогу сделать завтра в своем гараже. Продолжение следует... Ну в общем все, заднее стекло мы вклеили, остается сейчас поставить переднее, прикрутить обратно багажник, все остальное я уже соберу с собой, также бампера накину, не буду закручивать, потому что нужно еще парктроники установить, нужно будет еще вырезать отверстия нормальные под выхлопную систему, также его доработать немного. Так что сейчас ставим лобовое стекло, это все накидываем и еду к себе в гараж. Ну что ж, друзья, как видим, возвращаюсь в гараж обратно, полностью в собранной машине, кроме капота. Капот я не забирал, потому что его, как уже я говорил раньше, полировать лучше, когда он снятый, поэтому потом, когда я соберу всю машину, приеду, полирую капот, и будет у нас все уже нормально. Значит, сейчас еду в гараж, ставлю машину и завтра возвращаюсь, уже буду собирать полностью салон, также буду делать карты под автозвук, но про карты под автозвук будет отдельное видео, ну а про то, как собирать отдельный салон, полностью весь внешку буду собирать, зеркала прикручивать, фары устанавливать, подключать, это все будет в этом видео. Так что пока что не прощаюсь, пока что говорю до завтра. Ну что ж, друзья, приехал уже с города, сейчас буду собирать приору дальше, Сегодня я думаю собрать полностью заднюю часть Передок мы оставим на потом Потому что нам нужно будет еще приварить там гайку Для того, чтобы можно было буксировочный крюк вешать Также повесить полностью все решетки Верхнюю и нижнюю Противотуманки нужно доработать, доделать И установить, ну и естественно фары Нужно будет установить, посмотреть как они смотрятся Отрегулировать, чтобы они светили ровно как нужно, а не вверх И вот только после того мы можем прикручивать окончательно бампер А то, что сейчас я это все дело соберу Все равно через время придется раскручивать и переделывать Поэтому про передок будет отдельная серия Там много всего интересного будет И тогда уже сразу же в той серии поедем, поставим капот Отполируем всю машину И будет у нас пушка-гонка уже готова Останется только поставить диски И немножко подшаманить под капотом именно двигатель Поменять сальники колопанов и прокладку в ГБОшном редукторе Закупился вот столько мелочей Отдал больше 80 гривен за это И это еще по скидке было Здесь есть наконечники всякие На ручке открывания дверей Также есть клипсы для того, чтобы зафиксировать замки наши новые Потому что полностью в круг купил новые замки В том числе и замок зажигания И вот такая вот новая гофрочка для задней двери Потому что все целые я их заменил уже А на заднюю дверь у нас не хватило В общем сейчас идем начинаем собирать заднюю часть Будем окончательно устанавливать задний бампер Катафоты, проводить проводку Потому что там будут парктроники установлены Про парктроники будет отдельная серия Расскажу как установить, подключить на автомобиль В котором не стоят парктроники Ну и в конце сегодняшнего дня Мы уже заценим вид Который мне удастся сделать за сегодняшний день Субтитры сделал DimaTorzok На улице сейчас невозможный ветер Вообще разговаривать не могу Потому что сразу же сильно задувает в камеру И вам ничего не будет слышно Значит что я сделал Полностью установил все стекла Как мы видим У нас тонировка пятерка в круг Лабаж у нас в атермальной пленке Он также затемняется немного Снаружи практически не видно Сидит здесь кто-то или нет Тем более если сделать вот так козырьками Это вообще практически не видно будет Значит сейчас в планах установить полностью все бархатки Я уже начал мыть вот эту дверь Нужно нам хорошо зашумить передние двери Как внутри полностью отлично Все хорошо помыть и зашумить Так и снаружи Задние двери мы немножко зашумим Посмотрим сколько у нас шумки останется вообще Потому что в передних дверях У нас будет установлен автозвук хороший Не знаю еще компоновку Но будет либо пять Либо шесть динамиков в каждой карте Поэтому нужно по максимуму Это все дело зашумить спереди Ну а сзади чисто для комфорта зашумить Потому что музыки там никакой не будет Чисто так чтобы там дверь не дребезжала Мелкие части и не шумела Так что сейчас продолжаем дорабатывать Думаю после того как зашумлю Уже нужно будет закругляться Потому что уже вторая половина дня Целый день мелкие болтики и гаечки крутил Очень много это времени занимает Хотя кажется что тут такого сделать По-быстрому все да и готово Но на самом деле это не так Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж друзья начинается мелкий дождик моросить Сейчас загнал приору Скорее всего буду ехать домой Потому что уже шестой час вечера Скорее всего завтра с утра приеду доделаю То что сегодня запланировал И подготовлю все остальное для следующей серии В которой мы будем собирать перед Потому что реально уже не успеваю Сроки поджимает Серия вот-вот должна уже выйти Поэтому все что я успел сделать за 3 дня Вы увидели в этой серии Остались буквально малейшие доработки Это установить выхлоп Подогнать его Повесить номерные рамки Подключить подсветку номера И поставить вот эту вот саблю заднюю Которая также у меня будет выкрашена в цвет Установили фары Подключили Новые ручки евро Как вы и просили Цвет автомобиля Открывается вообще прям идеально Легко Машина частично в пыли Частично нормальная Это из-за того Что вот например Двери покрашены были полторы недели назад А вот задняя крышка багажника И передние двери красились буквально позавчера Поэтому те детали Которые красились давно Они успели запылиться Самый первый вообще покрасился По моему передний бампер Там вообще сильно в пыли Поэтому на это сильно не обращайте внимания Также я установил уже зеркала С Lexus повторителями Как вы и просили Все подключил Все идеально работает Взял контакты к Lexus поворотнику С вот этих вот поворотов Которые здесь стандартные должны были стоять Как видим здесь я все заварил Чтобы не ставить SE за глушь Чтобы все выглядело как с завода четко А повороты у нас теперь вот здесь Передком как я и сказал Будем заниматься в следующий раз Ну а так в принципе и в остальном Машина уже начинает приобретать Законченный вид Установил сидение Поставил бархатки Одну бархатку потерял Не могу найти Скорее всего нужно будет докупить новую Если не найду Ну а так в принципе Все у нас уже готово Начал шуметь переднюю дверь Но дождь помешал Поэтому дошумлю как-нибудь завтра Уже без камеры И все что у нас получится Я уже покажу в серии Про автозвук Как у меня получилось Зашумить эти двери Ну а сейчас в принципе Я хочу сказать всем спасибо за просмотр За то что ставите лайки За то что подписываетесь на канал Нас уже сто тысяч Я этому очень рад Всем огромнейшее спасибо За поддержку За теплые слова в комментариях Дальше будет больше Интересней Так что всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok